Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренний в серебряной рассе, Слышу голос и воняющие... Ну ещё небольшая преамбола, прежде чем я включу, Магнитофон, магнитофон старенький, древежащий, Всё, что удалось найти, потому что прошли годы, И эти маленькие кассеты оказались неактуальны, Магнитофоны исчезли, вот, как класс. И вот, значит, сейчас его, прежде чем человеку что-то рассказывать, говорить, Притиковать, с пяти кассет пытался собрать какие-то лоскуты, Вот, одно он начинает словами, Ты мой друг, ты мой брат, Вот, другое, кассета, он говорит, что Он подвергнет нас всех порке, Вот, и я его понимаю, не обижаюсь, Давно знакомы, давно дружим, по-настоящему дружим, Вот, ну что сделаешь, учитель, филолог, грамотнейший мужик, да, Начитанный невероятно, И вот этот класс людей, В том числе он, они стали жертвой Садоводства, которое можно назвать современным, Но которое имеет корни В средние века, Когда садоводство шло С юга на север и на восток, С южных стран, Пересекло границу, Сотни лет имеют садоводство На Украине Десятки лет, Нет, сотни лет, может, еще на юге России, А потом уже считанные Десятилетия, уже севернее, 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 А сибирское садоводство вообще в самом оказалось загоне, Причина банальна, Автоматически были перенесены Южные агроприемы, И перейдя невидимую границу, Которую, раз говорю, Они стали вначале Бесполезными, потом опасными, Потом смертельными, Чем южнее, чем восточнее, Тем опаснее, тем смертельнее, Вот, удалось добиться много, Удалось вернуть южным плодам их качество, Вот мы об этом с вами поговорим, Когда я буду прерывать кассету И вставлять свой комментарий, Все-таки это должен быть вроде диалога, Еще раз говорю, Я не обижаюсь на человека, Который в другой кассете Постоянно ставит меня в угол, Ну, сказывается, что учительское прошлое, Вот, те, которые называют Иванова, Петрова, Сидорова, Михаил, Кузнецова, Михайлову, То есть, усредненные фамилии, Ну, понятно, что Иванова, это я, Можно догадаться, что Петров, это Латинков, Сидоров, это, конечно, Бродский, Потому что он о нем больше говорит, Ну, подозреваю, что он ученый, правда, Он профессиональный Биолог, эколог, но все-таки Как бы сказать Самый ученый из нас, Вот так можно выразиться Ну, Кузнецов, это, конечно, Курдюмов, Он о нем Прекрасно отзывается А вот, ну, конечно, Нашей книгой не совсем доволен С Курдюмом И, наконец, Михайлова, это Дама, которая учит Неплохо овощеводство, Если бы не склонность К рекламе всевозможных этих Флакончиков и прочих упаковок То есть Налицо коммерческий интерес Ну, а что касается садоводства Я не стану Эту тему затрагивать вообще То есть Я и Все, что он сказал в адрес Этой дамы Михайловой Ну, это, понятно, псевдоним Такой присвоил Ей Ну, представьте себе Когда она спокойно говорит Если вы не хотите, чтобы муравьи Это из-за передачи Которую видели миллионы Чтобы муравьи не лазили на деревья Оберните основание штамба фольгой А у них будут лапки соскальзывать Ну, соскальзывать, наверное, будут Может, она это проверяла Но Почему у этой самой Дамы Вот Которая маячит на телевидении Чаще и больше всех нас Остальных сотен Толковых садоводов вместе взятых Одна Вот Она не знает, что Под фольгой основание штамба Сгниет однозначно Наверное, она не имела в виду Абрикосы Наверное, она работала только С наиболее крепкими культурами С крепкой корневышейкой Например, яблонями Вот Ну, совет-то касается Вообще деревья Представляете Миллион человек обернул фольгой Абрикосы Миллион абрикосов Несколько миллионов абрикосов Сгнили Погибли Ну, когда они не сразу погибают Когда они Начинают Почему-то с верхушки Когда гниет корневая шейка Не хватает питания Начинает отсыхать верхушка И тут Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо они вылечены сами в общем о других ее чудачествах я расскажу других фильмах страшно жутко что у нас нет доступа страшно жутко что просто аплодирует массовка когда она уничтожает муравейник прямо в павильоне никогда не прощу этого когда аплодирует массовкой нет оппонентов и среди этих сотен кто аплодировал не нашлось ни одного который бы встал и заорал с ума сошли вы что вы убийца муравей имеет такое право и так далее ну так как вот эти вы затронется эта тема заранее высказал свое мнение а потом услышите мнение моего оппонента вот он тоже себе присвоил псевдоним поэтому я не буду называть ни фамилию не даже имя просто то и он олицетворяет собой такое количество садоводов миллионы знаете старое поколение она засчитывалась при садим хозяйством где на каждый полезный прием приходилось пару бесполезной пару смертельных все-таки этот журнал большую пользу принес знаете почему там под каждой статьей человек допустим учит убивать деревья да там его фамилия и домашний адрес но там были фамилии домашний адреса под настоящих садоводов которые тоже свои статьи печатали я например благодаря представительного хозяйства познакомился с Чернышевым вот это ученый садовод единственный кто принес пользу мне из ученого мира вот нет бирбанк не грей вот никто наверно только мичурин благодаря тому что я угодился что я иду верным путем так как наши пути где-то наши лыжни перехлеснулись в мичурину и вот чернышов который печатался в специальном хозяйстве которым я общался который писал мне письма у меня даже есть статья заказывайте вышлю которая называется в память друга я сделал большую статью из его совета она есть в моем архиве а так получается что этот мир оказался то есть наученных я бы сказал вот этим южного сказать смертельно нельзя ноги они или полезно или могут быть бесполезно могут быть опасно но не смертельно а вот у нас к тем вот и таких садоводов оказалось миллионы очень грамотно и многих ведете подсыпки газет журнал вот они цитировали это самое я уже даже касался этой темы но данный товарищ он просто как бы олицетворяет наиболее грамотный наиболее начитанный если кто-то где-то что-то там уловил до допустим у него наверно что ли ну он же еще и как бы перед моими глазами еще и лидеры всех потому что он больше всех со мной спорил он чаще всех звонил вот мы он убеждал что я тут не прав он меня скороговоркой выговаривал и потом получалось так что не до него не достучался со своими новыми приемами не он до меня не достучался а сейчас посмотрите о чем пойдет речь я хочу чтобы это принесло вам пользу и так я включаю надеюсь будет слышно промышленное садоводство газеты номер 12 важно промышленный сад не потерпит халпуры то есть жалости к неполноценным деревьям а у меня например жалость к неполноценным деревьям присутствует и я тащу тащу и тащу вот столько крайних каких-то случаях выбрасываю браку или там как-то вот так но потом я обратил внимание это же говорится про промышленный сад поэтому пусть на вашей совести все это останется но вот такие резкие выражения как у вас часто встречается и эта манера меня завелала вот как бы безоперационный не потерпит халпуры то есть жалости к неполноценным деревьям по сути это жизнь жалость к неполноценным деревьям возьмите такой пример жалость к неполноценным биологическим существам и вы поймете может быть что-нибудь полезные советы и залы 2006 год листы обрывочные что-то друзей ну из названия обрывочные я не понял до конца я внимательно так уже не углублялся но судя по тому что мой комментарий это значит ваш комментарий на статью каких-то пары садоводов так вот я их видимо их статья цитирую я принципиально противник карликов и супер карликов в скобках колонн вот почему кстати и из-за этого отчасти ну не только из-за этого что вот супер карликов в скобках колонн значит колонны это даже не карлики а супер карлики судя вот по этим публикациям вот почему я вам и говорил что не гордитесь вторым что у вас значит самая большая колонна ну вы мне сказали что вы ошибаетесь поэтому вы разбираетесь лучше возможно я и ошибся опять пример без апелляционности вашей моего совета полезные советы и залы 2008 года жилая вода это растаявший снег и лед речная и дождевая колодезная вода мертвая хотя и в кавычках конечно стоят но вот это вот живая и мертвая вода вот с моей точки зрения и может быть даже большинство людей мертвая вода скорее всего вот именно дождевая или растаявший снег и лед это уже мертвая вода а колодезная вода она живая вот именно в таком вот каком-то понимании а об этом можно поспорить но время не хочу сейчас тратить но об этом вот тоже вот эта вот дезапелляционность ну я понимаю конечно если надо было может быть оговорку сделать именно с точки зрения садовода или там это ну может быть надо было вам как-то употребить и не живая и мертвая вода потому что живая и мертвая вода вы же как вам сказать но история начинается не с вас и живая и мертвая вода сказки вот им же тысячи лет преданиям о живой воде о мертвой воде и поэтому живая вода это вот рознички а колодец колодцы это всегда розники сады сибири номер 6 88 июнь 2006 года посадка дерева дорога в рай клянусь богом за каждое посаженное вами дерево там на небе с вас снимется грех за гладерево два греха и так далее используйте этот шанс в евангелии написано не клянись ни небом ни землей ни чем-либо другим как то вот так поэтому так тоже слишком резко выражайтесь осторожней и еще ну а вам закладывал по периметру участка или подворья значит совет по периметру участка это совет примерно не могу сейчас выбрать из памяти из разряда вот советских советов они очень трудно исполнимые я по себе знаю потому что посадка дерева это значит обязательное ограждение и ухаживание то есть хотя бы наблюдение какое-то за ним то есть дополнительные хлопоты дополнительная трудность деревья очень трудно выживают вот эти вот общественные посадки то есть ничьи как вот которые за городьбой они требуют дополнительных усилий а как правило не хватает усилий даже и на свой просто частный сад поэтому это останется только благим пожеланием скорее всего но конечно добрым хорошим и убитыми воинами выглядит жалкой и удручающей дело в том что если вы внимательно вы любите наверное муравьев и муравьевную жизнь и передачу научные передачи они вот обратили внимание когда там показывалась как-то в одной передаче война муравьев и когда одни закабаляют других и начинается там этот процесс не менее жесток чем у людей ну пока такой момент только теперь что касается муравьев в моем саду я значит пять или шесть лет все ждал ждал и готовился я не сторонник я до химикатов больших но применяю по мере необходимости и так я на халатный такой но вот валера хрусталер там мне как-то похвалился вот этот муравьев значит есть такая вещь там то-то 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 вот его сосед там это он там использовал я думаю но они доведут меня эти муравьи потому что тля и везде они там как начнут сновать туда носить эту клеи заносить но я думаю доведут меня и еще пчелы они же еще у пчел кладут там эти кладки а у меня пчелы стоят в саду они бывают как недели две не посмотришь там целая колония сырости после дождей я их трясу каждый раз стряхиваю топчу там раздавливаю всю эту детку яички потому что у них там ну как вам сказать не то чтобы вред они сильно не вредят то есть принципе если бы было задаста с целью как бы симбиоз такой создать муравьев и это совместное жилище то это можно добиться в принципе там ну как в лабораторных условиях там положить а у нас же как надо мед надо мед муравьев что взять надо мед они мешают и так же и с садом и я лет пять-шесть все думал ну сейчас затравлю ну сейчас уже эту муравьевную эту затравлю а что-то уже был настроен все тут ваши как раз к этому времени подошли ваши там вот это вот подарок значит я обратил внимание думаю ну ладно еще годик два потерплю их еще вот терплю вот два пока все-таки не применяю но могу и применить теперь обратите особое внимание с вашими листами я пока закончил вот у меня передо мной специально для вас делаю сейчас цитирование книги Н.В. Усенко Деревья Кустарники Ильяны Дальнего Востока это наш знаменитый покойный лесовод в Дальнем Востоке слушайте в оба уха может быть если вы не читали и как-то не думали над этим то это вам будет полезно и интересно на Дальнем Востоке дико растут два вида абрикос манжурский и абрикос сибирский первый из них представляет собой дерево второй кустарник оба вида являются отличными растениями для та-та-та-та-та и селекции новых плодовых культур и зимостоятельными подвоями значение же их как это невелико и вот что написано об абрикосе сибирском встречается только в бассейнах рек по течению Суэскуна по среднему и Шуфану а за пределами Дальнего Востока в южном Забайкалье в Даурии в Приморье из-за систематических полов этот вид абрикоса почти выпал из флоры края по данным другого ученого женщины Куренцовой в 1968 году это данные ее от 1968 года можете представить это значит его практически можно сейчас не найти а вот данные этого сибирского абрикоса который в Приморье рос послушайте данные Мичурин использовал абрикос сибирский для выведения нескольких культурных соусов абрикоса и цветет в апреле-майе плоды в июле-августе неприхотливый требовательный нетребовательный к почве засухоустойчивый и наиболее зимостойкий вид абрикоса то есть он более чем абрикос манжурский зимостойкий благодаря этим свойствам а также раннему и обильному цветению абрикос сибирский пригоден так вот он растет кустом кустарниковый а это значит что для северного садоводства и выведения для северной для селекции северного садоводства это самый наиболее перспективный хотя и наиболее трудная работа в этом направлении будет уже менее важная ну оставшаяся часть кассеты значит от абрикоса манжурской конечно лучше бы если бы эту книгу вы сами нашли в библиотеке и почитали здесь абрикос манжурский вот про детей здесь вот такой момент вот вот Продолжение следует...